Всем привет! С вами Голая и это давно обещанный гайд про рецепты торговцев на валюту. Как обычно к теме я подхожу основательно, но вообще гайд затеян только ради последнего рецепта, который ввели в Лиге Бестиарий, поэтому для многих он будет новым. Сразу оговорюсь, что я привожу далеко не все рецепты, а только реально полезные или же нужные на челлендж. Вперед! Если это ваш первый персонаж на Лиге, в сундуке пусто и ценны даже свитки мудрости. Я настоятельно рекомендую в этот момент просто и банально собирать волшебные, то есть синие или редкие, то есть желтые вещи, продавать их вендору неопознанными в обмен на осколки превращения. 20 осколков это целая сфера и это верно для всех осколков сфер. Зачем на первых порах нам нужны превращалки? Во-первых, каждую из них можно обменять на 4 свитка мудрости, а это не так уж плохо. А во-вторых, они могут понадобиться вам для покупки камней умений и поддержки. Также не забывайте о вещах с тремя слинкованными разноцветными сокетами любой редкости. Это рецепт на цветную сферу, которые вам тоже пригодятся. Далее пойдут рецепты на сферы, улучшающие качество. А именно, речь идет о стекольной массе, для которой вам нужно собирать флаконы с качеством. По-русски они называются высокого качества, по-английски superior. Соответственно, когда суммарное качество будет 40 или один флакон с 20% качеством, тогда вы получите в обмен стекольную массу. За камушки с качеством вы будете получать с призмы камнереза, опять же, с суммарным качеством 40, либо один камень с качеством 20. Далее вам понадобятся в будущем резцы картографа. Для этого собираются вот такие вот молотки, абсолютно с любыми названиями, но самое главное, чтобы они были белыми, то есть обычными. И вот так вот выглядели. Вы их затачиваете с помощью точильных камней, бах-бах-бах, и вот такой вот полностью заточенный с 20% качеством, вместе с любой картой вы продаете вендору и получаете резец картографа. А остальные в сферке на увеличение качества, то есть точильные камни и детали доспеха, просто подбирайте с пола, их вам в принципе будет сыпаться достаточно много. Еще один момент, ни в коем случае не собирайте просто белые вещи, чтобы сдавать их вендору. За каждую из них вам дадут только обрывок свитка мудрости, что не стоит вашего времени и сил. Собирайте только те, которые годятся на другие рецепты, или же те, в которых уже есть сленкованные сокеты нужных вам цветов. Потом кинете в них сущность какую-нибудь вот такую вот, да, и сделаете годную рарку, которую сможете носить. Я надеюсь, вам повезет. И, кстати, даже если вы полны желания с самого начала фармить по максимуму, то советую вам скачать и установить лут-фильтр, например, от NeverSync. Он будет подсвечивать однотипные предметы особым образом, а мусор не показывать вовсе. Не забывайте все время проверять ассортимент вендоров. Возможно, они продают что-то ценное. Я в данном случае имею в виду ассортимент вендоров в городах. Насколько мне известно, их ассортимент растет. Вот здесь, например, в первом акте продают только превращалки, переменки и усилялки, а второй вендор продает только детали доспеха. Опять же, заточильные камни. Во втором акте уже ассортимент будет чуть-чуть другой. Сейчас вы заметите это. А в третьем, насколько я заметила, уже все сферы продают оба вендора. Давайте посмотрим. Видите, здесь почему-то она превращалки и переменки не продает. Очень странно. Зато продают новые сферы. Груз, соответственно, опять же, продают точильные камни, но не продают детали доспеха. Странно. Но, тем не менее, видимо, так задумано. А начиная с третьего акта, как я поняла, все уже продается в полном объеме. Вот здесь и превращалки, переменки, усилялки и все прочее. Вообще, ребят, эти рецепты, ну, я имею в виду ассортимент торговцев по части сферок, нужно знать. Но вообще курс здесь обычно невыгодный, поэтому прибегать к этим рецептам нужно как можно реже. Думаю, свитков мудрости и сфер превращения у нас уже достаточно. Можно больше не собирать синие шмотки, оставим только рарки и давайте теперь опознавать их. В обмен вендоры дадут нам осколки перемен и за некоторые свойства даже осколки алхимии. Если свойств будет 6, то вы получите сферу усиления. Рецепты на цветные сферы или хроматики, как их называют в переводе с английского, а также на резцы картографа, стекольной массы и признак камнереза собирать продолжаем, пока их не накопится достаточно много или пока не надоест. Но это сэкономит вам прилично денег в эндгейме, так что пусть вам не надоест. Собирайте предметы с 6 гнездами, чтобы обменять их на 7 сфер злата кузнеца. А учитывая, что даже вендор в городе продает одну соединялку за 4 злата кузнеца, а соединялка это пол хаоса, так что 6 сокет это почти хаос. Вот такая математика. Шестилинки это хорошо. Смотрите внимательно на шестилинка, если он вам выпадет, читайте его свойства и не спешите расставаться с ним. Однако, если продать его вендору, то вы получите божественную сферу или диван, в переводе с английского divine orb. Для этой цели подойдет лишняя табула раса, например, вот эта вот у меня не совсем удачно оскверненная. Ребята, если вы оскверните ее до желтой, то там же шестилинка не останется, поэтому за нее диван вам не дадут. Ну или же простой оскверненный шестилинк из Uber Lab, свойствует цвета которого хуже некуда. В остальных случаях лучше продать шестилинк этот другим игрокам или носить самому выгоды будет больше. Этот рецепт для самых трэшовых шестилинков. Насколько я помню, 6 сокета и шестилинки не падают раньше второй части сюжета, но возможно я ошибаюсь. Если по дороге вам попадается много бессмысленных уников, которые никто не хочет покупать, можно задвинуть их торговцу. Почти всегда он дает за них осколки алхимии, а это нам пригодится. Ну помимо прочего, видите, еще осколки перемен дают, как и за все опознанное относительно неопознанного. Ну и сфер вал. Этот рецепт, ребят, нужен только для челленджа. И все. Вот такой рецепт. Потому что я, честно, не представляю себе, чтобы ради одной сферы вал кто-то стал так заморачиваться. В общем, вам понадобится 7 любых камней умений вал, плюс 1 любой фрагмент жертвы. Камни умений вал будут попадаться вам в оскверненных локациях сюжетки или же из ларца камнереза. Ну а теперь к наборам. Это самая распространенная, самая употребляемая и, наверное, самая важная часть рецептов. Набор – это совокупность предметов, аналогичных тем, которые вы можете надеть на себя. То есть это либо две одноручки, либо одна двуручка, плюс шапка, перчатки, сапоги, плюс пузо, плюс пояс, два кольца и амулет. Все вещи должны быть редкими, и если они до 60 уровня предмета, напоминаю вам, что уровень предмета можно посмотреть, нажав на клавишу Alt, например, у этого пуза, 81 уровень. Если они до 60 уровня предмета, то вам за такие наборы будут давать сферы удачи. Если они выше 60, но не выше 74, то вам будут давать сферы хаосов, и от 75 уровней выше вам будут давать сферы царей. При этом обратите внимание, что, естественно, у вас предметов в наборе много, уровни у них у всех разные, и уровень набора будет определяться уровнем самого низкоуровневого предмета. В моем случае это вот этот вот амулет 68 уровня, то есть он как раз попадает в диапазон для хаос-набора выше 60, но ниже 75. Таким образом, если мы предложим одному из вендоров, например, Зане, такой набор, то мы получим за него хаосы. При этом, как я уже сказала, вместо двух одноручек вы можете использовать двуручку, при этом, если вы используете лук, то колчан вам не нужен. Сочетаться предметы могут как хотите, то есть раньше, честно говоря, думала, что жезл с кинжалом сдать нельзя, можно жезл, ну в данном случае, с мечом, но не суть. То есть в руки вы так не сможете взять, да, но на хаос-набор годится. Значит, смотрите, друзья, как я уже объяснила, если, например, самый низкоуровневый предмет в этом наборе будет ниже 60 уровня, то вам дадут сферу удачи. Если он попадает в диапазон от 60 до 74 уровня включительно, вам дадут хаосы. Если от 75 и выше, то вам дадут сферы царей. Сферы хаосов ценнее сфер царей. Практически всегда так бывает. Они нужны сферы царей только каким-то безумным крафтоманам. Я не желаю вам такими быть, иначе, как я, пролюбите на эту всю валюту, и профита с этого будет очень мало. Так вот, а теперь к вопросу о том, сколько вам дадут валюты. Потому что я говорю, вам дадут хаосы, вам дадут царей, но не говорю, сколько именно. За опознанные предметы вам дадут одну единицу валюты. За неопознанные, как видите, мои неопознанные как раз, вы получите две единицы валюты. А если вся эта компания будет еще и максимального 20% качества, то вам дадут три единицы валюты. Единственный момент, конечно, я хочу сказать, что, наверное, я не советую вам так заморачиваться и каждый раз затачивать качество. Но, тем не менее, давайте посмотрим, как это будет выглядеть. Вот здесь вот у меня есть как раз набор вещей, предметов, да, с 20% качеством. Разумеется, что бижутерии, поясу качество заточить нельзя, поэтому этого не требуется. Как мы видим, мы получаем три хаоса. Поверьте мне на слово, для истории с удачками и с царями все будет точно так же. Да, и еще момент один, что вам все-таки было чуть полегче ориентироваться. Как я уже сказала, от 60 уровня предмета это хаос-наборы. Соответственно, собирать вы их будете, начиная от локации Портовый мост. Это последняя локация восьмого акта. То есть во всем девятом акте и во всем десятом акте. Естественно, я думаю, что ни для кого не будет удивлением, что самое сложное и самое редкое это кольца и амулеты. Это самое сложное найти для хаос-набора. Поэтому я рекомендую вам собирать, начинать собирать хаос-наборы именно с бижутерии. После того, как вы наберете достаточное количество бижутерии, надропать уже остальные шмотки в принципе нетрудно. Ну а теперь хит сезона, гвоздь программы. И, в общем-то, во главе угла у нас, конечно же, сегодня наборы создателя и древнего. Как видите, это особые шмотки со звездным фоном, если речь идет о наборах создателя, и с тентакливым фоном, если речь идет о наборах древнего. Для тех, кто может быть каким-то образом не в курсе, находятся такие вещи, дропаются они, соответственно, на картах под влиянием создателя или на картах под влиянием древнего. Если сдать такой набор из неопознанных шмоток торговцу, то мы получим 4 осколка возвышения, то есть экзальта. И я вам еще раз напоминаю о том, что в сфере возвышения 20 осколков, то есть 5 таких наборов это экзальт, друзья мои. Но если я уже говорила, что надропать бижутерию для хаос-набора на начальном этапе трудно, потом это будет легче, но на начальном этапе это трудно, то, ребят, с наборами шейпера и элдера это трудно абсолютно всегда. Вот, поэтому не обольщайтесь, что вы там сейчас прям нафармите экзальтов от души. Если брать набор аналогичных шмоток древнего, то вы также получите 4 осколка возвышения. В принципе, для них все верно, как бы, да. Если вы будете смешивать шмотки, то вы будете получать хаосы, и это очень плохо, потому что, естественно, в хаосах вы получите значительно меньше за такие наборы. Что такое 4 осколка возвышения? Это много или мало? Что это вообще из себя представляет? Для того, чтобы корректно ответить на этот вопрос, я сейчас открою вам currency market, обновлю его, чтобы быть уверенными, что на сегодня такой курс верен. 94-95 хаосов стоит экзальт на сегодняшний день. И несложным подсчетом мы убедимся в том, что 95 разделить на 20 будет 4,75. То есть 4 осколка возвышения – это где-то 19, 18, 19, что-то такое я примерно считаю, да, умножить на 4, да, 19 – это 19 хаосов. Да, это очень хороший результат, это неплохая цена. Однако, я, ребят, не рекомендую вам эти наборы сдавать неопознанными. Почему? Потому что эти шмотки, особенно бижутерия, могут оказаться очень и очень классными, и вы продать их сможете значительно дороже. Что будет, если сдать опознанный набор? Или если, соответственно, хотя бы одна вещь у меня будет опознана? Опознавать сейчас не хочу, но поверьте мне на слово, что вы получите 2 осколка возвышения за набор опознанных предметов аналогичный. С одной стороны, да, это меньше, но с другой стороны, это, опять же, 9,5 хаосов, что не так уж плохо, и вы имеете возможность опознать все вещи, то есть максимальный профит из них извлечь, если он есть. А также еще один момент, друзья, если вдруг вам не посчастливилось выбить бижутерию, но остальных шмоток у вас уже достаточно, то вы можете просто купить бижутерию на Пойтрейде. Сейчас я сброшу, чтобы заново вам показать. Вы выбираете, например, кольца, вам не хватает, выбираете кольцо, выбираете, допустим, вам нужно кольцо шейпера, да, шейпера, и ищите. За алхимку вряд ли он кто-то продаст, обычно за хаос они продаются. Естественно, синие вам не нужны, вам нужны желтые. То есть таким образом, да, это опознанные кольца, да, вы получите 2 осколка экзальта за такой набор с опознанными предметами. Однако, можете, нетрудно посчитать, да, что 2 кольца, допустим, эмулет, это 3 хаоса, а профит около, ну, а 2 осколка, это 9 хаосов, даже чуть побольше. Соответственно, вы все равно будете, что называется, в глубоком плюсе. Ну и для справки, если все вещи в наборе шейпера будут с качеством, то есть, как вы помните, для хаос набора это давало нам дополнительный профит, здесь мы, к сожалению, убеждаемся в том, что 4 осколка возвышения как были за вещи без качества, неопознанные, так и остались. Поэтому таким вещам в неопознанных наборах качество точить не имеет смысла. В заключение хочу сказать, чтобы вы, по возможности, не тратили валюту во время прокачки, она вам будет значительно полезнее после прохождения сюжетки. Спасибо за просмотр, друзья! Как обычно, буду рада вашим лайкам, комментариям, а также подпискам на группу ВК и на стриме Твича. Хорошего дропа!